Круговорот Но если постараться отсечь от себя суету, поднять глаза и остаться один на один с высотой, несколько коротких минут молчаливого общения с небом, с природой способны душе вернуть мир и тишину. Ведь не случайно святые отцы говорили, что человек ближе всего к Господу, в храме Божием и в храме природы. Здравствуйте! С вами программа «Вторая половина». Под куполом небесного храма – храм Божий во имя святой великомученицы Пороскевой Пятницы в поселке Савино Свердловской области. В Савинском храме – коленопреклоненная молитва перед образом местно чтимого святого Константина Лебедева. Подвижник православия, священник из соседнего города Камышлова, отец Константин был схвачен большевиками и замучен кровавым июлем 1918-го. Спустя сто лет верующие молятся, чтобы его небесное заступничество укрепляло их силы, оберегало и помогало всем святым храмам и этому – храму во имя святой великомученицы Пороскевой Пятницы. Песня «Величаем тебя, святый священномучениче Константине, и чтим честное страдание Твоя, я же за Христа претерпел еси». У главной храмовой иконы необычная история. Она не написана, она явленная. В селе у нас жила такая девица, ее фамилия Загудаева. Она шла по берегу Пушмы, и кто-то говорит, что по берегу, по воде она приплыла, кто-то говорит, что на пенечке она лежала. Она девица, мы не знаем ее имени, допустим, Мария, взяла эту икону и отнесла в храм Богоявленский, который был в Пышме. Однако на девятую пятницу после Пасхи икона чудесным образом перенеслась из храма на то место, где была обретена. Путешествие иконы из храма и обратно продолжалось несколько лет, пока верующие не поняли, что место, куда она возвращалась, указано свыше, и не поставили там часовню. Стали батюшки там молиться в храме, и говорят, что был такой голос, что нужно просто видеть храм Параскеевы кому-то из них, уже неизвестно, и луч с неба указал вот на это место, вот на это место, и говорят, что даже оно такое, место было такое немножко заполоченное, даже под ним поднялось оно, да, то есть это самое, все равно это самое высокое место. Удивительно, но у новой власти так и не поднялась рука на Дом Божий. Правда, его надолго закрывали. Богослужения возобновились только во время Великой Отечественной войны, но с тех пор не прекращаются. Почти 10 лет назад храм принял новый настоятель, иерей Алексей Буньков, привел сюда семью. Когда зашла, и не могла сдвинуться с места, вообще, потому что сразу такое, не знаю, как пошла, вот все, 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 смотрите, полчаса она, наверное, вот так вот стояла, и что, может быть. В тот момент в душе Матушки, как она говорит, поднялась необъяснимая словами волна восхищения, благодарности, благодати. Она и сейчас с тем же волнением подходит к святым иконам, хотя уже давно считает храм своим вторым домом. Мы уже вообще породнились 10 лет, все здесь, и ползали под куполом, вот когда чистили, когда приехали, он вообще весь в копоте был, столько лет, допустим, много жар, все равно коптится. И все стены, все это уже перемывали не по разу, потому что год к праздникам всегда все равно чистим, хотя будет сколько достанем. Да, каждый сантиметр храма знает тепло ее заботливых рук. А перед иконами Богородицы, перед образом великомученицы Пороскевой Пятницы, она не просто творит молитву. Через простой и доступный рассказ о святой приводит к вере внуков. В начале-то она девчоночка, вот 12 лет стала сиротой, 14 уже пошла прославлять Христа, поэтому, а потом сколько вот протерпела, как вот у меня, допустим, внучке 8 лет, скоро ведь уже будет и 12, и 14, поэтому Бог терпел. Нам велел и она тоже. Раз она где-то там, на небесах, ангелы видите, ее подняли, поэтому и она помогает. Вот столько благодарностей, потому что помогает. Вот мы даже крестным ходом пройдем, и погода даже улучшается, и вообще тепло встает. Моли Бога о нас, помоги. Сейчас уже вот все замело, видите, тополем, пухом тополиным. А так, здесь же все равно каждый вечер у нас крестный ход. Каждый вечер? Каждый вечер, да, они упивая мочаше, крестный ход. Да, и поэтому в 7 часов правило вечернее, потом крестный ход. Каждый вечер? Да, почему? Здесь у нас трудненький, они как бы от страстей спасаются, и вот крестный ход у них не упивая мочаше обязательно. А так здесь вообще, батюшке говорю, вот эту надо березку убрать, это страшно уже, когда ветры, ветры же здесь сильные, перепад-то вот высокий, ой, большой, и ветры вообще мощные. Он, нет, это старина, нельзя трогать. И поэтому вот когда у алтаря служба идет, ну, крестный ход идет, вот я обычно встаю там и сережки между сережками фотографирую. Вообще так красиво, так здорово. Оф, что-то у нас повял, посадили. Там крест Серафиму Саровскому, потому что раз мы взяли как бы начало Богородичной тропы-то, а у нас Параскерина тропа. Вода, вода, вообще воду обожаю, поэтому это стихия, это благодать. В детстве я вообще рыбачила. Любовь к воде у матушки с детства. Ее родина – село Вудмуртии, недалеко от Воткинска, где родился Петр Ильич Чайковский. Красивейшее место на берегу широкой реки, где росли липы, черемухи, ели. Может, потому в их селе самой распространенной была фамилия Елькины. Матушка Люба тоже до замужества Елькина. Она четвертая из шестерых детей. Говорили, я плакса была. Ну, а чтобы не пищать, то ты не любить меня, мальчишки, все, и воспитали по-мужски, все. Потому что они, если они в спортзал, я, если им в кино без меня не отпускают, они меня из садика забирали, из спектакля. У нас вообще уличная команда была такая мощная. Вместе с уличной командой она и на ночные рыбалки ходила, и получала за непослушание, как говорится, по первое число. Родители были педагогами, держали беспокойное семейство в строгости, но так и не смогли приучить дочь Любу к тихой и размеренной жизни. Она мечтала, как и папа с мамой, стать учителем. Мечта осуществилась не сразу. Сначала девушка получила рабочую специальность, потом с подружками сбежала на стройку века, БАМ, причем в обход всех комсомольских комиссий. Через несколько месяцев также самостийно вернулась, чтобы выступить в Ижевский педагогический университет на географический факультет. Наконец-то совпали ее профессиональные планы и любовь к путешествиям. Я же географ и турист, поэтому всю жизнь проработала географом и учились. Мы все объездили как раз и по Волге, и по Каме, и на Кавказе были. А в студенчестве там же, пока учишься, допустим, июнь у нас практика, в июле камералка, потом уже стройотряд, заработали, все, мы едем по путевкам, покупаем путевки. В одной из поездок она познакомилась с молодым учителем-филологом из Ирбита Алексеем Буньковым. Их пути пересеклись на Псковщине. На второй день уже пошли, уже как знакомые, там уже в храм, Псковский Кремль, по всему Кремлю, ну там уже все. На третий день уже в Пушкиногорье, там уже в Михайловском. Две недели поездки пролетели быстро, но этих дней обоим хватило, чтобы понять, они должны быть вместе. Я думала, вначале-то он как-то подружки больше, а потом нет, все, больше стали общаться. Там телефон, междугородка, там тоже весь вечер. Устремительная любовь, и любовь началась стремительно. В июле познакомились, в октябре поженились. Она переехала к мужу в Ирбит и начала преподавать в школе. В семье с короткими перерывами появились на свет трое детей. Надежда, Георгий и Дмитрий. Жизнь Буньковых шла своим чередом. Перемены в обществе касались ее ровно настолько, насколько касались каждой семьи, как маленькой клеточки большого единого организма, именуемого страной. Храмы открылись, пошли в храмы. С желанием, с легким сердцем. Муж начал петь на клиросе, помогать священникам во время богослужений. Жена увлеченно преподавала, вела туристический кружок, участвовала в работе православных лагерей, воспитывала собственных детей и не заметила, когда муж вплотную подошел к священническому служению. Уехал ненадолго на курсы подготовки преподавателя нового школьного предмета, основ православной культуры. А вернулся домой только через полгода, с бородой и в облачении. То, что он больше не будет школьным учителем, выяснялось постепенно. Оказалось, например, что проходит обучение он в Ганиной яме, в монастыре. Семья приехала его навестить. Там уже видели, что он в подряснике. Но когда сюда в город приехал и не снимал подрясник ни за что, и потом через три дня уже уехал, снова говорит, там еще надо продолжать учиться. Буду вот священником. Вот тут уже как-то все. Шок. Было лучше, когда мы были вместе всей семьей. Потому что все равно все выходные мы там были. А здесь выходные он всегда занят, всегда службы. Его нет. Ребят тоже нет. Я опять одна. Ну ладно, работа, работа. Отец Алексей ее успокаивал, даже слезы вытирал. Мягко объяснял, что священническое служение – это их общий крест. Но ей было очень трудно принять решение мужа. Ей такой шустрый, неугомонный, подвижный, общительный. А тут все, надо быть смиренным. Надо. Он вот так вот и говорит. Ты, матушка, ты не должна то, не должна это, не должна то. Не суйся. Или еще что-нибудь такое. Все. Матушка, молчи. Все. Приходится. Матушка, почему разговариваешь, если вот что. А вот подходят же, вот я стою на службе, а все равно спрашивают, знают и идут, спрашивают, а как я буду. Вот он так и говорит. Не могу, все равно я что-нибудь объясню, покажу, что-нибудь расскажу, все. А матушка, там все, ну давай, все, сидишь, смотри. Ну вот так вот молчишь, молчишь, молчишь. Ну у меня вот. Или наскучаешься, не домой, не с ребятами повидаться, ничего. Потом все, наговорю, наговорю всякого. И все, он отпустит. Ну еще, все равно как-то вот так. Впрочем, матушка-любовь нашла таки мирный выход своей энергии. В половине шестого утра батюшка в храм, она на хозяйство. Огороды, картофельные поля, уход за живностью – это ее сфера деятельности. Природа, лес, вода, земля – ее источник сил, ее разговор с Господом, ее молитва. С Иисусова-то она всегда же. Вот ты на грядках, ну вот, ну не идет, или все, жарко, помолился, все, сказал. Вроде все, пошли. Пошли, и дела идут, и чистится одна грядка, вторая грядка, уже помогает. Это мое, это родное все. Ну тут и свистит вообще, вот смотрите, возьмешь листок, хочешь что, и уже и кукарекаешь, и свистишь, что хочешь, делаешь. И ребятам покажешь. Хоть из чего, из пленки, соловья подражаешь вообще вот так вот. Это же вообще, ну здорово. Им показываешь, рассказываешь, как костры делать, как это где-то вот выжить. Это школа выживания, это обязательно. Но не только выживать в лесу, учит детей матушка-любовь. Она показывает, сколько радости, сколько гармонии и красоты в храме природы. А откуда она, спрашивается? Пожалуйста, вот вам ватмарк. Скажите, что? Что вот вы видите, нарисуйте. И потом разделяем. Что создал человек, что создал Бог. Человек, что создал. Вот машину нарисовали, да. Это человек создал. Человек, дома, еще что. А остальное-то, вот этот каждый листочек, каждый цветочек. Ну это кто, человек создал? Нет. Все это Божье. И вот с этого начинается. Мне вот понравились эти ромашки. Когда она здесь, рядом, думаешь, ну все, слава Богу. Как два доска. Можно сказать, кукареку. Видите? Две реснички. Она меня смиряет, да. Сдерживает мой гнев. Я вот благодаря ей, я учусь смирению. Вон там липа. На том берегу. И у нас карасики еще тут есть. Говорят же, что огонь с сухими сучьями не затушили, да. Сухие сучья, это вот где-то колкие слова, какие-то там оправдания, какой-то там спор. Вот это вот все то, что еще больше разжигает, вот это вот костер разжигает. А водичка так палила, пошипел. И все тишина, все тишина. Ну, наверное, все, что есть в этой жизни, это вот благодаря матушке. Мы скоро с вами увидимся и продолжим знакомство с семьями священников и их вторыми половинами. До встречи. Мир вашему дому. Мир вашему дому.